всем привет ребята вы на канале лепим вместе и сегодня мы будем лепить творение тревора хендерсона сирена голова или же сайрон head так что если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь на него и ставьте обязательно лайк и пишите комментарии чтобы вы хотели чтобы слепил следующих видео сирена головы сайрон head загадочная гуманоидная существо криптид с необычайно высоким и костлявым телосложением является популярной интернет-легендой наряду со слендерменом и рейком многие называют его scp-6789 однако он не является scp сиреноголовый официально заявлен своим создателем как придуманное существо внешний вид сиреноголова это 12 метрового гуманоидное создание с иссохшей кожей цвета ржавого металла его конечности непропорционально для длинные и тонкие руки свисают до самой земли оканчиваются руки огромными когтистыми пальцами вместо шеи и головы у существа что-то напоминающая столб закрепленными на нем сиренами отсюда его и название вокруг сирен обмотаны черные провода сделаны они по-видимому из металла сирены присоединяются к остальному телу длинными кожистыми связками вся эта биомеханическая конструкция может вращаться на 360 градусов на некоторых снимках и иных изображениях внутри сирен видны кричащие челюсти зубами и длинным языком способности сиреноголова в основном издает он громкие звуки характерны для армейских и гражданских сирен сигналы воздушной тревоги искаженную музыку экстренные оповещения и прочее помимо вышеупомянутых характерных для громкоговоритель сиреноголовы может имитировать голоса людей и животных чем привлекает внимание например издают жалобные крики о помощи помимо этого существо умеет мимикрировать под деревья и фонарные столбы что практически всегда дает ему право первого удара данное существо крайне агрессивно и опасно для людей она ведет хищнический образ жизни обитая в сельской местности отдаленных городках и лесах заманивая запутавших жителей путников и детей иногда охотится на диких животных издавая волчий вой приманивает собак и волков а затем съедает две-три особи мало кто смог пережить встречу сиреноголовым из-за этого о нем так мало известно нападение существо сопровождает трансляции звукозаписью голосов убитых им жертв и же сигналами воздушной тревоги впервые современной истории сиреноголовый был замечен в 1966 году на кладбище в аризоне через которое проезжала проводящая отпуск семья через 30 лет 16 июля 95 года группа подростков пошла в поход в лесу в таньярд крик что на северо-западе от арканзаса там их и поджидал сиреноголовый с показаний чеда выжившего подростка его друзей схватила что-то гигантской бредущее между деревьями и подражающие их голосам чед был найден живым с несколькими ранениями а вот следов остальных парней найдено не было с какой целью сиреноголовый напал и забрал их что он с ними сделал неизвестно всего на данный момент есть 9 свидетелей якобы переживших встречу сиреноголовым последние опоминания о существе пришли из индианы где часто стали пропадать люди по словам некоторых жителей он ходит прямо по улицам городов мимикрируя под фонарные столбы есть свидетельство того что сиреноголовый якобы появился задолго до зарождения человеческой цивилизации по всей северной америке находят наскальные живописи на которых изображено нечто очень похожее на сиреноголового скорее всего эти рисунки просто хорошая имитация древней наскальной живописи сделана с целью розыгрыша и поддержания интереса к данному существу кроме того были упоминания о монстре во многом схожим сиреноголовым но с одним развить длительным отличием вместо сирены у него был уличный фонарь возможно некоторые особи данного ранее известного науки вида развили более продвинут навыки мимикрии или же приспособились к другим условиям обитания сиреноголовым придумал канадский художник и иллюстратор тревор хендерсон который рисует в жанре юнивернинг имиджес что грубо переводится как криповые картинки TBF а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...